Но то кино, а сейчас еще об иронии и жизни, и опять в Америке. Думайте сами, решайте сами, как еще понимать историю, подробности которой в Вашингтоне выяснила Юлия Ольховская. У так называемой фабрики троллей обнаружилась рука не Москвы, а Вашингтона. В американской прессе разгорается скандал с участием демократов. Компанию по дезинформации, в которой здесь обвиняли Россию, на самом деле вели противники президента США. Речь о секретном эксперименте в Алабаме. О нем узнала Нью-Йорк Таймс. В распоряжение газеты попали документы Сенатского комитета по разведке. В них утверждается, американские хакеры подделывали русские аккаунты и распространяли фальшивые новости о республиканце Рои Муре. Операторы проекта создали страницу в Фейсбуке, на которую они выдавали себя за консервативных жителей штата Алабама. Используя ее, они пытались посеять раздор среди республиканцев и отобрать голоса у кандидата Мура. Проект включал в себя схему привязки к компании Мура тысяч российских аккаунтов, которые внезапно подписались на него в Твиттере, что привлекло внимание американских СМИ. Кандидата Роя Мура публично поддерживал Дональд Трамп. Идите и голосуйте за Роя Мура. Но гонку он проиграл. Аккуратно накануне выборов союзника Трампа вдруг обвинили еще и в сексуальных домогательствах. В свете последних разоблачений, правда, возникает вопрос, а был ли харассмент или просто хорошо поработали американские тролли. Прокуратура Алабамы начала проверку. Журналисты же нашли не только того, кто руководил компанией против Мура, но и кто ее спонсировал. Это один из самых богатых людей Америки Рид Хоффман, убежденный демократ, основатель деловой социальной сети Линк Тин, один из крупнейших инвесторов Кремниевой долины. На страницах Нью-Йорк Таймс он оправдывается, дескать, был не в курсе, на что конкретно тратились деньги, но на всякий случай извинился. Я хочу с самого начала прояснить, что никогда не слышал об этом проекте, прежде чем прочитал о нем в репортаже на первой полосе Нью-Йорк Таймс. Но мне есть за что извиниться, и я усвоил этот урок. По данным Нью-Йорк Таймс, проект американской фабрики троллей обошелся в 100 тысяч долларов. Удивительное совпадение. Фейсбук ранее утверждал, что такую же сумму, якобы потратили на рекламу во время президентской кампании в США, русские. Так кто кого ввел в заблуждение? И как доказать, Фейсбук почистил следы. Все фальшивые американские страницы заблокированы или удалены. Теперь эта конструкция обвинений России в вмешательстве выбора, она начинает осыпаться. Мы имеем дело с провокацией, организованной на самом верху, на самом высоком уровне. Если американцы подделывали русские аккаунты в Алабаме, то что мешало им это делать и во время президентских выборов? Более того, Вашингтон-Пост выяснила, тот же Хоффман активно инвестировал в политические компании в социальных сетях все последние годы. Поддерживаемые им фонды работали в связке с Фейсбуком, весьма эффективно, отмечает газета. Компания фонда «Новости за демократию» имела широкий охват. Всего за две недели в сентябре в Фейсбуке было организовано 16 миллионов показов. Эта организация не обязана раскрывать своих доноров, и Хоффман через помощника отказался от комментариев. Мы сейчас знаем только вершину айсберга, на самом деле. Я думаю, что и в американских, и не в американских выборах таких фейковых аккаунтов было довольно много. Пользователи социальными сетями должны быть крайне-крайне осторожны в том, что они видят, читают и не принимают ничего на веру. Во что выльется скандал в США, пока непонятно. Американские каналы о нем упорно молчат. И, наконец, главный участник этой истории – Фейсбук, похоже, не готов общаться с журналистами из России. Этот запрос на интервью с основателем компании Марком Цукербергом мы отправили месяц назад. Наше письмо получили, но на него до сих пор не ответили. Юлия Ольховская, Александр Титрашвили, Максим Семин и Вероника Козлова. Первый канал Вашингтона.